Функциональные заболевания кишечника Функциональные заболевания кишечника клинически проявляются обычно нарушениями частоты и консистенции стула в сочетании, обязательно сочетаясь, если имеется боль, то с болью. Нарушения стула происходят, связаны с дефекацией. И вот согласно римскому критерию последнему, к ФСК относится к функциональным заболеваниям кишечника, относится к синдрому разжжённой кишечника, как функциональная диарея, функциональный запор. Этиология этих заболеваний или нарушений неизвестна. Патогенез объясняется нарушениями висцеральной чувствительности, моторики, которые вызываются дисфункцией центральной нервной системы, кишечной микрофлоры, иммунной системы. И основанием для отнесения их к функциональной патологии служит отсутствие в кишечнике каких-то патологических изменений, которыми можно было бы объяснить вот эти самые симптомы. Так и утверждается в этих самых рекомендациях. Можно сказать, что кризис какой-то в этом учении наступает, потому что оно развивается уже, эти критерии продолжают как бы совершенствоваться, а лечение не улучшается. Вы видите, что только лишь у 10% удается добиться более или менее такой стабильной ремиссии, а у остальных или частичная ремиссия, или полное отсутствие ее длительное время, качество жизни очень плохое, ходят по врачам, обращаются, не находят должной помощи. И это, я вам скажу, неудивительно, потому что представить, если кишечник в современном представлении его структуру и утроструктуру, особенно тонкую кишку, ну и толстую тоже, конечно, то оказывается, что эту структуру трудно себе представить, чтобы она оставалась безучастной при наличии вот таких симптомов. Площадь этого кишечника, плацдарм, так сказать, для переваривания и всасывания пищи достигает теннисного корта, если кто любит сравнение. На молекулярном уровне, если посмотреть, его ворсинки, микроворсинки и так далее, все это вот как бы представить в виде одного слоя, то оказывается вот такая история. И, конечно, трудно представить, что даже и невозможно, что это вот все находится в таком добротном, хорошем состоянии. Поэтому эпители постоянно регенируют. Каждые 3-6 суток энтероциты, значит, меняют, сменяют друг друга, и таким образом поддерживается эта структура вот такой герметичного кишечника. Но, как показывают современные исследования, герметичность это нарушается. Мы об этом говорили еще, значит, десятки лет назад в Институте гастроэнтерологии, потому что при внимательном глубоком изучении, вот если даже не электронной микроскопии, но просто при большом увеличении полутонких срезов смотреть, то там уже находились выраженные изменения энтероцитов и бокаловидных клеток и так далее, всего, всей этой структуры. И вот, значит, заслугой нашего отечественно выдающегося физиолога Александра Михайловича Уголева была построена современная парадигма питания и кишечного пищеварения, основанная на том, что вот на этой слизистой оболочке тонкой кишки происходит последовательная, значит, ассимиляция пищевых веществ с их последующим всасыванием. И основой этого является мембранное пищеварение, которое осуществляется на мембранах щеточной каймы энтероцитов. И вот Александр Михайлович не дожил до того времени, когда он мечтал, что буквально это говорил на своих конференциях, что мы много знаем о мембранах, много знаем о ферментах, но мы не знаем, какие болезни бывают при этом. И он даже предлагал, может быть, мембранная болезнь какую-то назвать и так далее, но это все оставалось, так сказать, неизвестным. И вот это большое количество, больше 10 ферментов в тонкой кишке, которые осуществляют окончательный гидролиз, они создают, конечно, различные варианты клинической картины при их выпадении, потому что ферменты эти строго специализированы, вот какой-то фермент выпадает, появляется пищевая интолерантность. А пищеварительные процессы, которые разыгрываются при контакте пищевых веществ с этими ферментами, они тоже очень сложные, часто нарушаются, и генетические различные изменения происходят. Нарушение сопряжения с всасыванием происходит тоже не всегда правильно. И поэтому это вот все говорит о том, что очень сложно себе представить вот такое функциональное заболевание, которое объясняется тем, что психоэмоциональные нарушения какие-то происходят, и отсюда все симптомы кишечные, желудокишечные появляются. А мы в свое время уже с помощью специальных методов перфузионных выявили такие селективные симптомы, свойственные нарушению полостному пищеварению, мембранному пищеварению и всасыванию. Вот видите, что всасывание, наиболее нарушение всасывания происходит к массе, все симптомы представлены в полном виде. Полостное пищеварение, ну так себе, вот так себе. А вот мембранное пищеварение два, только лишь таких вот очень точных симптомы определяющих. Это пищевая непереносимость каких-то продуктов и диарея, которая характерна и для других, конечно, форм нарушения переваривания и всасывания пищевых веществ. А вот пищевые интолерантности, очень интересно, что эти больные, вы все их знаете, они всегда очень так относятся строго к своим предпочтениям питательным, потому что вызывают именно какие-то пищевые вещества и вызывают у них нарушения. Ну, тут вот это мы не будем касаться, нет времени. Конкретные, например, дисахаридазы, которые осуществляют конкретный гидролиз, там этих олигомеров, здесь они представлены. Вот. И все это побудило нас, значит, заняться исследованием активности дисахаридаз вот у этих больных с симптомами функциональных заболеваний. Обследовано было больше ста больных, и активность исследовали в диоденальных биоптатах, то есть при биопсии 12-перстной кишки, брали оттуда кусочки слизистой, и в них биохимически исследовали ферменты. Ну, не все, которые представлены в тонкой кишке, пептидазы мы или липазы не исследовали, а углеводы были полностью исследованы, результаты опубликованы, и оказалось, что из ста больных, только у 11-ти была нормальная функция, нормальная фермента. У остальных они были, различные селективные нарушения были, а вот у 33%, у 32-3,5% были все ферментные системы, все ферменты снижены существенно. И, конечно, это оказывало влияние на клиническую картину. Вывод такой, что, значит, у 89% установлено было нарушение мембранного пищеварения в форме дицахаридазной недостаточности, поэтому у этих больных нами установлена новая нозологическая форма, предложенная нами, энтеропатия с нарушением мембранного пищеварения. Проанализировав этих больных, оказывается, что у них имеется отчетливая связь с возможными этиотропными факторами, которые являются основными в поражении слизистой оболочки тонкой кишки. Это связь с острыми кишечными инфекциями, это очень часто у 30% примерно. Прием антибиотиков. Антибиотики давно известно, что они поражают вот эти энтероциты, нарушая их дифференциацию и приводя к атрофии. Особенности режима питания в какой-то степени, но меньше. А вот нестероидные и другие различные противовоспалительные препараты, тут уж они, конечно, вызывают, вы сам хорошо знаете, язвы, эрозии, и не говоря уж об личном поступлении. И вот в стрессовой ситуации тоже интересно, что мы сначала как-то это… Но оказывается, что они тоже, стрессы, оказывают влияние, и этому есть клинические примеры, когда внезапно возникали вот эти пищевые интелерантности после каких-то событий в жизни. И вот, конечно, этих больных, которые мы обследовали, у них уже обращалось врачами, лечащими, особое внимание на связь кишечных симптомов с употреблением пищи, продуктов, содержащих углеводы. И оказывается, вы видите, у них у всех в той или иной степени имеются пищевые интелерантности. Чаще всего это непереносимость молока, ну это все уже вошло, так сказать, в аксиому. Если какие-то нарушения в животе происходят, то врач говорит, нельзя вам молоко. Ну это потому, что настолько часто встречается гиполактазия. А вот картофельный крахмал, там сахар, это надо проверить, надо уточнить у больного, тогда он, может быть, вам что-то и вспомнит, и скажет. Ну вот на основании этих, значит, исследований нами было сделано определение энтеропатии с нарушением пищеварения дисахаридазной недостаточности. Это заболевание, характеризующееся плохой переносимостью пищевых продуктов, следствие недостаточного синтеза ферментов слизистой оболочки тонкой кишки, которая находится на мембране. Следовательно, вот речь идет о мембранном дефекте пищеварения. Отсюда мы потом уже создали такую схему патогенеза энтеропатии с нарушением пищеварения. Она опубликована вот недавно в эффективной фармакотерапии. Вы можете взять, посмотреть и там почитать. Но смысл заключается в том, что различные факторы действуют на слизистую оболочку тонкой кишки, происходит нарушение функции энтероцитов, вот развивается синдром избыточного бактериального роста, которого любят теперь вспоминать, всегда исследуют. А почему он развивается? Потому что если не происходит быстрая ассимиляция мономеров, или там вот десахаридов и других там олигомеров, то тут же микробы захватывают их и развиваются. Бурное развитие происходит микробной флоры, развивается синдром избыточного роста, пищевые интолерантности и вот сама энтеропатия. Алгоритм диагностики тоже, он такой, не является сложным. Значит, на основании клинической картины проводится такой скрининг диагностической болезни тонкой кишки, кишечника в целом. Дыхательно-водородно-метановый лучше, или просто водородный тест проводится, биопсия и так далее. И тогда можно установить правильный диагноз на основании гистологического и биохимического исследования слизистой оболочки кишки с определением вот этих ферментов. Так что диагноз-то, в общем, чтобы поставить, нужно иметь, конечно, базу определенную, лабораторную. Но, учитывая частое такое повреждение и вот наличие такого пищевого анамнеза, позволяет этот диагноз уже ставить, уже так априори, без этих исследований, то есть на политклиническом уровне. Но лучше, конечно, если говорить о Москве, то направлять таких больных, особенно, которые плохо поддаются лечению, к нам в кишечное отделение. И вот там мы окончательно этот диагноз поставим и, можно сказать, можно вылечить больных. Ну вот материалы этого исследования пилотного, которое было выполнено у нас, уже опубликовано будет в ближайшее время во втором номере журнала. И вы скажете, а что же делать дальше? Ну вот мы выявили эту недостаточность ферментативную, установили новое заболевание. Но все это дело очень важно потому, что мы можем уже по-новому подойти к лечению. Потому что уже на протяжении последних 20, ну по крайней мере 15 лет точно, в странах Азии, в Японии, и у нас тоже, конечно, развивается изучение такого препарата, Ребомипида, который на основании хинолона, значит, создан. И он является синтетическим аналогом, значит, индуцирует синтез эндогенных простагландинов Е2, улучшает кровоток в стенке желудочно-кишечного тракта, подавляет повышенную проницаемость слизистой оболочки и так далее. И таким образом оказывает очень мощное влияние на эпителиальный слой желудочно-кишечного тракта. Вот здесь показаны различные, значит, уровни повреждения, вернее, уровни защиты вот этого стенки тонкой кишки, желудочно-кишечного тракта даже. Это преэпителиальная, эпителиальная и постэпителиальная защита, и какие участвуют здесь биологически активные вещества, которые стимулируют вот этот самый Ребомипид, нормализуя таким образом функцию эпителия, восстанавливает особенно важно межклеточные контакты, потому что это уже хорошо доказано, и нами тоже это было в свое время доказано, что при синдроме раздраженного кишечника нарушается проницаемость кишки, она становится вот такой негерметичной, и это тоже лежит в основе патогенеза этих нарушений. Ну и здесь близкий к этому такой же слайд, на котором перечислены эти все свойства Ребомипида, которые вызывают повышение активности СОК, содержание простагландина Е2, эпителиальные защиты и так далее, но тут эти данные не наши. А дело все в том, что мы вот новые данные выявили, касающиеся того, что у больных, если этим вот больным, а тут было 20 больных у нас взято в виде пилотного такого исследования с разрешения, значит, ЛЭК, локально-этического нашего комитета и ученого совета, мы им провели лечение в течение трех месяцев. Это те 20 больных, у которых были особенно снижены вот все эти показатели этих ферментов, и всем им назначали, кроме того, что в основе базисной терапии лежал вот этот Ребомипид, Ребагид, назначала специальная диета, форма диета, которая предусматривает уменьшение олигомеров в диете. И сейчас потом покажу еще, какие там дополнительные препараты назначались. Ну, вот здесь просто показано, что этот Ребомипид, он существенно, во-первых, повлиял на симптомы. Из 20 больных, которые жаловались, это были упорные больные, вот я все время говорю, с такими историями болезни ходили там, ходят, не найдя помощи. Они впервые, они стали ощущать, у них стали проходить метеоризм, боли в животе, нарушение стула прекратилось, и даже пищевые интолерантности стали уменьшаться к концу трехмесячного лечения, а у некоторых более длительное время приходилось назначать. Но, тем не менее, отчет, отчетливый эффект мы видели. И вот здесь показаны эти показатели, исходные и в средстве лечения. Все эти, в основном, у всех больных было повышение, значительное повышение активности ферментов, которые доходили, становились нормальными. Ну, вот здесь это все тоже показано на таблице. Вот, и статически достоверная разница, хотя и небольшое число наблюдений, но, тем не менее, статическими методами обнаружено, что активность дисокоридаза возрастает у этих больных. Более того, повторные биопсии, которые проводились каждому из этих больных, показывали, что у них, во-первых, изначально она была ненормальной слизистой оболочкой. Это представление о том, что говорят, что при синдроме ручного кишечника надо ставить диагноз при условии нормальной слизистой, ну, как смотреть? Если смотреть просто в эндоскоп, то это одно дело. А если смотреть внимательно при гистологии, то окажется, что у них есть отклонения. Все-таки у многих бывает, и не только это можно объяснить тем, что там какими-то контактными этими щипчиками порвалась слизистая. Нет. Вот в результате лечения, оказывается, слизистая приобретала нормальный вид. Таким образом, нами обнаружено неизвестное ранее явление повышения активности дисокорида слизистой оболочки тонкой кишки у больных с нарушенным мембранным пищеварением и уменьшение или прекращение симптомов непереносимости углеводов в ответ на длительное применение ревогита. Вот это основной вывод, который можно сделать из этого. И здесь представлена стратегия лечения, в основе которой лежит назначение длительное ревогита, а также диета, о которой я говорил, регуляторы моторики, кишечные антисептики, пробиотики. Это все в составе комплексной терапии очень даже хорошо назначено. Но мы знаем цену этой комплексной терапии. Без ревогита ничего не получается. Некоторое улучшение наступает, синдром избыточного бактериального роста подавляется, а потом снова возникает все. Поэтому вот при условии применения ревогита здесь меняется ситуация, что человек поправляется или же у него стойкая ремиссия. Надо сказать, что здесь еще много неясного. И будем еще мы только в начале пути находимся. И будем дальше это все изучать длительное время. Некоторые больные получают, трое больных получают 9 месяцев уже этот препарат. Потому что при таком стандартном уже трехмесячном приеме не удавалось достигнуть ремиссии. Ну а дальше дальнейшее лечение показывало, что можно достигнуть успеха при боли длительном. Ну и здесь показано, что препарат надо назначать от 3 до 9 месяцев. 100 миллиграмм в таблетке 3 раза в день. Переносится он хорошо, у побочных эффектов полпроцента нежелательных явлений. Но единственное качество препарата не дает немедленного эффекта. Он только лишь является цитопротектором. Поэтому надежда на то, что он будет дальше потом помогать. Поэтому комплексная терапия необходима. А дальше больной уже находится на монотерапии длительное время. И с успехом все это происходит. Значит, выздоровление наступает больше. Или же хорошая ремиссия. Ну и здесь вот эти все мои выводы, которые уже здесь написаны. Значит, мы не будем их особенно повторять. А смысл заключается в том, что сейчас демонстрируется новая болезнь тонкотишки. Ну, не совсем новая. Есть же и сахаридазный недостаточный, раньше говорили и так далее. Но это были, так сказать, просто как бы неполное излучание болезни. Потому что в основе лежит нарушение мембранного пищеварения. Вот. И причины тут написаны, какие бывают. И патогенез и так далее. То есть вот это с одной стороны. А с другой стороны, вот рибомепит, он открывает новую главу в лечении болезней гастроэнтерологического профиля. Почему? Потому что он оказывает влияние ведь не только при этих заболеваниях. Он цитопротектор. Поэтому его перспективы при изучении воспалительных заболеваний кишечника очень интересны. Но мы сейчас начинаем этим заниматься. Вот. Он применяется, например, значит, эндоскопистами уже. Вот такие работы есть. Когда ранний рак, рак из неситу, они иссякают слизистую оболочку, образуется большущая язва. И они ее туда, значит, запускают туда, обкалывают рибомепидом, и она заживает без рубца. Вот такие работы японских авторов есть. Ну и другие есть примеры тому, что этот препарат будет находить применение. И в заболеваниях печени тоже есть такие исследования. Поэтому нам надо это иметь в виду. И вся гастроэнтерология, начиная с пищевода и кончая кишечником, все должно, может быть, использовать здесь новый препарат, который может быть новой главой в гастроэнтерологии. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...